всем привет дорогие друзья с вами жокер и сегодня я покажу вот такие вот генераторы короткого импульса вот этот ролик более рассчитан для новичков то есть для тех людей которые только первый день или второй день связывается с редстоуном и еще всего такого не знают в общем ну и еще может быть для людей которые не до конца знают какие существуют вообще генераторы короткого импульса в общем начнем мы самых первых генераторов и закончим самыми последними то есть более новыми ну и начнем с первого рандом генератора это вот такой вот генератор это один по моему из самых первых генераторов короткого импульса при нажатии на кнопку он издает вот такой вот импульс ну и давайте же мы его построим значит так я забыл взять кнопку вот а мы ставим вот так два блока между ними повторитель задержка в два клика потом мы ставим здесь красный факел и здесь красный факел здесь мы так проводим redstone и все наш дом наш генератор короткого импульса готовый то есть вот так теперь при нажатии на кнопку у нас будет загораться лампочка и сразу же газу так сейчас кое-что вырублю вот вот так чтобы не сильно май не лагал вот перейдем к следующему следующий тоже такой же рандом гене блин чёшь мне все время хочется сказать рандом генератор генератор короткого импульса он уже строится чуть по-другому но концепт тот же самый то есть вот мы нажимаем на кнопку он даже как-то мне кажется быстрее работает чем вот этот вот ну и строится тоже очень очень просто мы ставим вот так блоки вот такой вот как бы лесенкой и вот здесь мы убираем блоки наши дальше мы ставим здесь репитер потом здесь красный факел и здесь красный факел там тут redstone и тут мы тоже вводим redstone все наш генератор готовый теперь при нажатии на кнопку у нас будет подаваться короткий сигнал переходим к следующему дальше у нас тут поршневые генератор короткого импульса то есть первый у нас выглядит вот так мы нажимаем на кнопку и у нас подается сигнал и можно также этот сигнал настройтесь чтобы он вообще очень быстрый был вот как вы можете заметить можно наоборот чтобы он был долгим этот сигнал вот то есть это все зависит от задержки на вот этих вот двух репитерах то есть вот видите он как бы стал дольше ну давайте его построим строится он также просто то есть мы ставим вот так redstone том здесь повторитель допустим такая задержка пусть будет ах да тут нужно еще нам поршень взять блин ну ладно давайте возьмем поршень вот так теперь мы ставим здесь блок и здесь мы можем поставить репитер ну и здесь естественно мы ставим пока что лампу вот и теперь при нажатии на кнопку у нас будет срабатывать то есть у нас будет лампа загораться и газ то есть тоже такой вот он таки интересный генератор дальше у нас идет самый стандартный он используется везде в основном во всех и моих схемах и других схемах это вот такой вот генератор то есть мы нажимаем на кнопку и у нас является такой вот сигнал давайте отключим дождь вот давайте построим строится он тоже очень очень-очень просто мы ставим таким вот образом пока что блоки далее мы ставим здесь репитер вот и здесь мы ставим вот так вот поршень ну и все наш генератор готовый то есть дальше забыл еще сказать то что мы можем настраивать длину нашего сигнала то есть он может быть очень быстрым все зависит от этих двух репитеров вот смотрите то есть видите может быть очень быстрым переходим к следующему генератору этот генератор придумал я то есть вот мы нажимаем на кнопочку и у нас срабатывает наш то есть загорается лампочка и сразу же гаснет строится он тоже очень просто мы ставим вот так вот две воронки направленные друг в друга в нее кидаем любой предмет дальше мы ставим вот так блок вниз кусочек редстоуна потом красный факел и сюда мы сейчас поставим кнопочку и здесь мы ставим компаратор на выход здесь мы так поставим пока что редстоун и вот так вот лампу теперь при нажатии на кнопку у нас будет загораться лампа вот такой вот рандом генератор короткого импульса и дальше стоят два аналогичных течение аналогичных а два похожих генератора то есть они концепт у них такой же самый только постройка чуть разное первым нас работает вот так то есть у нас дропер выбрасывает так что то почему то здесь два предмета дропер выбрасывает предмет вот сюда вот в эту воронку а воронка его наоборот назад пихает в дропер и у нас получается такой короткий импульс также у нас точно такой же генератор стоит здесь то есть вот давайте их построим строится тоже очень просто ставим вот так вот так ставим дропер и ставим воронку направленную в дропер дальше мы за воронки мы ставим компаратор не все наш генератор короткого импульса готовый то есть мы можем свободно так поставить там было сигнала какой-нибудь и сюда мы закидываем любой дроп вот и при нажатии на кнопку у нас создается короткий импульс дальше то еще такой же давайте построим генератор только уже чуть другой вот так мы ставим получается а дропер направленный вверх и воронку направленную в дропер вот таким вот образом и теперь мы от нашей воронки ставим так компаратор сюда мы ставим ой сюда мы ставим редстоун и здесь мы ставим лампу таким вот образом и сюда мы выкидываем любой дроп и теперь при нажатии на кнопку у нас будет сдаваться тоже короткий импульс минус вот этих вот трех генераторов в том что здесь нельзя менять длину сигнала то есть здесь допустим можно сделать очень короткий импульс или долгий импульс а здесь импульс всегда один то есть вот нажали и он всегда здесь один как можете заметить дальше дальше у нас идут генераторы основанные на репетерах и компараторах первый генератор выглядит вот так при нажатии на кнопку у нас просто подается импульс вот как это работает давайте сейчас его построим и я вам расскажу как это все работает мы ставим вот так блок потом ставим здесь редстоун и здесь редстоун дальше мы ставим компаратор и берем репетер поршни нам уже не понадобятся ставим сюда репетер задержкой в два клика это обязательно и этот компаратор ставим на вычитание все наш генератор готовый то есть теперь мы можем свободно нажимать на кнопочку так кнопочка 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 вот и у нас сигнал будет то есть так вот лампочка будет мигать и сразу же газ также тут можно тоже настроить длину сигнала то есть здесь пока что только две настройки по моему а нет 3 на самую минимальную нельзя да вы бы сразу блоки есть как это действует на сигнал идет полком по редстоун через компаратор и как многим известно если мы давайте я тут покажу если мы подадим сбоку компаратор сигнал то есть компаратор будет на вычитании то сигнал у нас уже просто не пройдет если мы уберем все будет окей как вы можете заметить то есть вот на этом все и основано то есть у нас здесь сигнал проходит потом через небольшую задержку он просто компаратор компаратор просто блокируется и у нас получается такой короткий импульс переходим к следующему генератору он такой же самый на таком же самом принципе основанный только чуть другая постройка тоже нажимаем на кнопочку и у нас такой вот короткий импульс давайте тоже построим строится он тоже очень просто мы ставим здесь компаратор потом ставим и питер потом ставим вот так вот вот таким вот образом редстоун да и здесь так вот и здесь задержка должна у нас быть на один клик потому что если будет просто реперия стоять ничего у нас работать не будет то есть вот так только и теперь мы опять же ставим наш нашу лампу и проверяем то есть это все у нас так вот тоже работает все прекрасно даже на вычитание забыл поставить вот все у нас прекрасно работает даже можно компаратор не на вычитание ставить то есть у нас все будет работать просто шикарно с таким вот здесь у нас если не поставить компаратор на вычитание у нас тоже работать будет Но он будет не такой короткий А если поставить здесь, то он будет уже более-менее короткий Так что здесь тоже лучше поставить компаратор на вычитание И последний генератор короткого импульса Выглядит он вот так И плюс этого генератора в том, что он может выдавать два сигнала То есть вот, видите, Redstone загорелся два раза И это есть на максимальной задержке Если поставить задержку в два клика То у нас будет просто очень быстрый сигнал выдаваться в один клик То есть если в один клик поставить, то у нас он будет очень быстро выдаваться Давайте его построим Строится он очень-очень просто Мы ставим вот так вот Redstone Так мы ставим Repeater Потом компаратор Опять Redstone Сюда ставим компаратор на вычитание Потом перед компаратором ставим блок За блоком сразу опять ставим компаратор Опять же на вычитание И здесь мы проводим Redstone Вот таким вот образом Это выглядит все вот так И давайте посмотрим То есть мы нажимаем И у нас очень-очень быстрый сигнал издается То есть вот таким вот образом Вот А если мы поставим здесь максимальный То у нас вообще будет выдаваться два импульса Коротких Это пригодится в механизмах с командными блоками Где нужно обновлять командные блоки Вот там двумя импульсами Это очень-очень пригодится Вот эта вот маленькая схемка Ну что ж Вот я и рассказал про все рандом Точнее, блин Да что ж мне все время хочется сказать Рандом генератор Про все генераторы короткого импульса Вот Опять же повторюсь Этот ролик рассчитан для новичков Которые вообще в Redstone Не разбираются Там, ну Допустим Первый или только второй день С Redstone Имеет дело Вот Это довольно-таки, я думаю, полезный будет урок Ну еще и для людей Которые не знали Что существуют Еще какие-то там Генераторы короткого импульса Те могут посмотреть Может тоже для себя что-то Что-нибудь Подчеркнуть С этого видео урока Вот В общем Вот такие вот Еще раз давайте посмотрим Рандом генераторы Вот так вот они выглядят все Вот Объясню я думаю Довольно-таки подробно То есть как они все Работают Вот Ну что ж На этом я думаю Я закончу Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки С вами был Джокер Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok